А в этом видео мы узнаем, влияют ли таланты и реликвии героя на силу боссов. Привет, друзья, это я Свет, и мы продолжаем играть в Хасл Касл и исследовать подземелье. Первый поход будет нашей точкой отсчета. Перед вторым походом мы прокачаем талант, а перед третьим походом улучшим реликвию героя. Все, что нам нужно знать из первого похода, это мощь наших отрядов и мощь босса. Эти показатели мы будем считать базовыми и все изменения отслеживать именно по ним. Мой напарник в этом походе намного слабее меня, и его мощь составляет 5 593 059. И эта цифра будет оставаться неизменной во всех трех приключениях. А вот сила моего отряда будет увеличиваться. В первом походе она составляет 7 785 640. Впрочем, можете не запоминать, так как я все сделал из-за вас. Отлично. И первым нам выпадает граф-вампир. Показатель его мощи составляет 6 520 560. Для начала этой информации нам более чем достаточно. Теперь пойдем в таланты нашего героя и прокачаем волшебное зеркало на максимальный уровень. Во втором походе показатель нашей мощи изменился. И теперь составляет 7 805 640. А значения нашего напарника остались неизменны. Хорошо, немного магии монтажа, и теперь мы можем взглянуть на нашего босса. Нам попался дракон Смоук. Что же касается его силы, то она составляет 6 520 560. Давайте на всякий случай сравним ее с боссом из первого подземелья. Как вы можете видеть, сила босса не изменилась. А так как мы в этом походе были сильнее нашего напарника, и наша мощь по сравнению с предыдущим походом возросла на 20 тысяч, мы можем сделать вывод, что таланты героя на силу боссов не влияют. Если честно, я и сам был этому немало удивлен. Ведь получается, что чем сильнее прокачан наш герой, тем легче нам проходить подземелье. И это довольно интересно. Что ж, думаю с этим моментом мы разобрались. А теперь давайте проверим, влияют ли реликвии нашего героя на силу боссов. У меня как раз насобирались фрагменты для прокачки часов без времени. Давайте пойдем в магазин подземелья и купим жетоны мага. Прокачиваем. Отлично, наша сила увеличилась на 31200. И теперь составляет 7 миллионов 836 тысяч 840. Сила нашего напарника все так же остается неизменной. Так как мелкие бои нас не интересуют, мы снова используем немного магии, чтобы быстренько добраться до босса. И как вы можете видеть, сила босса опять-таки не изменилась, и составляет 6 миллионов 520 тысяч 560. Давайте еще раз проверим. Вампир из первого подземелья. Дракончик из второго подземелья. И скорпион из третьего подземелья. Да, мощь всех трех боссов совпадает. Из чего мы смело делаем вывод, что сила босса в подземелье не зависит от прокачки героя, ни от талантов, ни от реликвий. А если вам понравилось данное видео, смело ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А в комментариях вы можете написать мне любой вопрос. Или просто спасибо за видос. Вам не сложно, а мне приятно. А чем больше активности, тем быстрее новое видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok